Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 3 по 9 февраля 2020 года. В понедельник 3 февраля православная церковь чтит память преподобного Максима, прозванного по своему происхождению греком. Его имя имеет латинское происхождение и переводится как «наибольший, величайший». Значение этого святого для русской церкви поистине огромно, так же, как и его творческое наследие. Прежде всего, Максим Грек прославился как переводчик. Он осуществил новые переводы толковой псалтири, толкового апостола, отдельных книг священного писания и толкования на них, многого из святоотеческой литературы. Является автором более 150 сочинений. Однако житие этого святого – один из примеров того, как человек делает в жизни что-то доброе, но получает жестокие наказания и удары именно за сделанное добро. Преподобный Максим Грек оказал нашим предкам и нам, их потомкам, огромную пользу, и за это очень много и зло пострадал. Он не боялся обличать самого царя, за что впал в немилость, был незаконно судим и предан заключению, где узника подвергали жестоким мучениям. Перед смертью на стене темницы преподобный Максим углем оставил надпись «Благословен, смиривший мя». В четверг 6 февраля православная церковь отмечает память блаженной Ксении Петербуржской, одной из самых почитаемых святых жен на Руси последних трех веков христианства. Ее имя в переводе с греческого означает «странница, гостья, чужестранка». Воистину, странницей вела себя эта дивная святая на этой бренной земле. Жила словно гостья, презрев все в этом земном мире, дабы стяжать мир горний. Об этой великой подвижнице, принявшей на себя подвиг безумия ради Христа, известно очень мало. Жизнь ее была полностью скрыта. К известной чудотворице земли русской непрестанно тянется народ Божий, поверяя свои беды и печали и непреложно уповая на скорейшую помощь угодницы Божии. Поздравляем всех, кто носит имя Ксения с именинами и желаем непрестанного покровительства святой блаженной матушке Ксении. Пятница, 7 февраля – день святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Православный мир почитает его как отца и учителя церкви. В своих сочинениях, проповедях, письмах, стихах святитель Григорий стремился защитить чистоту веры, оградить ее от ложных толкований и ереси. Он пережил предательство друзей и даже попытку покушения на свою жизнь. Чтобы примирить враждующих, святитель Григорий отказался от патриаршества. Всю жизнь он утверждал православие своими богословскими трудами, письмами и стихами. Церковь почитает его под именем Богослов, которое до этого было дано лишь любимому ученику Христа, апостолу Иоанну Богослову. Также 7 февраля церковь воспоминает день мученической кончины святителя Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Его смерть явилась началом длительного периода гонений на русскую православную церковь, во время которых бесчисленное множество клириков и мирян приняло мученические венцы, святительствуя о вере Христовой даже до смерти. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает, то в ближайшее воскресенье до или после 7 февраля, в зависимости от того, на какой день недели выпадает эта дата. В нынешнем году празднование приходится на 9 февраля. Только в этот день совершается память святых, дата смерти которых неизвестна. На сегодняшний день в составе Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской более 1700 имен. Также 9 февраля Святая Церковь празднует перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого из армянского селения Каманы в Константинополь, где он как патриарх управлял церковью. Житие святителя Иоанна Златоустого является примером истинного подвига и неложного самоотверженного героизма. За свое нелицемерное бесстрашное исповедание правды Божьей и обличение власть имущих в их неправде перед Богом и Церковью, святитель Иоанн подвергся жесточайшим гонениям. Свою жизнь великий учитель Церкви окончил в очередной ссылке в Каманах. Последними словами святителя Иоанна Златоуста были слова «Благодарение Господу! Слава Богу за все!» Следите за новостями Святоуспенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Слава Богу за все!